Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я провожу эфир, отвечаю на вопросы. У нас за, наверное, 10 дней скопилось очень много вопросов. И за эти 10 дней произошло очень много событий, как вы помните. Неделю назад, в субботу, по сути дела, выходной день, ушла, точнее, ее отправили в отставку Даригу Назарбаеву. И разные события по этому поводу выходили. Я комментировал, выступал в эфирах. И, собственно, сегодня тоже какие-то новые новости. И есть мысль, наверное, ответить на вопросы, которых мне достаточно много прислали. Но я выбрал наиболее часто встречающиеся, которые, судя по всему, наиболее злободневные. Итак, сегодня по средствам массовой информации Казахстана пришла информация, что продан Алматинский аэропорт турецкой компании ТАП. И сумма сделки 415 миллион долларов. Ну и, собственно, пришла информация, что та компания, которая является продавцом, это некая компания, которым владеет Тимур Кулебаев. И она держит счета в Сингапурском банке, да? Ну, во-первых, я хочу сказать следующее. Для многих, как выяснилось, это являлось как бы открытием. Люди с удивлением поняли, что аэропортом владел Тимур Кулебаев. Вообще этим аэропортом он владеет более 20 лет уже. Где-то в конце 90-х годов он зашел в этот проект вместе с Тимуром Кулебаевым. И сначала они взяли в управление, качали прибыль с него минимум 20 миллионов долларов в год. И больше 40-60, там разные были периоды. Вот. И так что этим проектом управляет, владеет давно Тимур Кулебаев. У него были партнеры Казком. Затем он их вытеснил, что-то им заплатил. В итоге он сейчас, по сути дела, единоличный владелец. Ну, понятно, что Тимур Кулебаев это Нурсултан Назарбаев. И вся эта собственность бесплатно убежала в сторону Тимура Кулебаева. И вот сегодня, собственно, он продал его за 415 миллион долларов. Я сегодня писал пост, что за этот период, более чем 20-летний, который был в собственности у Тимура Кулебаева, аэропорт Алматы принес ему чистого дохода свыше 1 миллиарда долларов. И вот поэтому, в связи с тем, что у него очень много других сделок крупных, где он отпиливает у государства огромные средства, миллиарды долларов, он, видимо, решил избавиться от этого проекта и просто зафиксировать прибыль. Помимо того, что он зарабатывал за этот период значительные средства, свыше миллиард долларов, сейчас он продал его за 415 миллион долларов турецкому ТАФ. Во всяком случае, предварительно. Я не удивлюсь, что это подставная схема, что просто выбрали турецкий ТАФ и там с ними договорились. И даже не удивлюсь, что на том конце опять же снова сидит Тимур Кулебаев. Но, тем не менее, эта сделка прошла. И вот пошли вопросы. Первое. Как же так стратегический объект продали туркам? Ну, я хочу вас, уважаемые друзья, здесь немного разочаровать, потому что в казахстанском законодательстве нет понятия стратегический объект. И нет перечня этих стратегических объектов. Поэтому, вот вам ответ. Это по нашему законодательству не является никаким стратегическим объектом. Потом мне задают вопросы. Следующие. Говорят, как же так он мог продать народную собственность? Друзья, там есть свидетельство о собственности. Владение, акции и все прочее. Там народа нет. Вы не заблуждайтесь. Народную собственность украли еще в конце 90-х годов. Она была переписана на компании Тимура Кулебаева, собственно, как и по многим нашим предприятиям. Медная группа, ферросплавы, нефтеперерабатывающие заводы, например, в частности Шимкенский или Павлодарский. Алюминиевые электростанции, самые мощные электростанции страны, крупные рудные комбинаты. Все находится в собственности у Нурсултана Назарбаева через подставные компании. Машкевич, так называемый, евразийская группа, некий Владимир Ким. Это тоже Назарбаев. У Тимуратов это цинковый бизнес и так далее. Поэтому, ну нет у Казахстана вот этих активов, которые вы считали народной собственностью. Там не написано у них в документах народная собственность. Поэтому продавать нельзя. И аэропорт, собственно так, если говорить о свидетельстве о собственности, прямо оформлен на компании Тимура Кулебаева. И поэтому он его продал. Так что народ ни при чем. Все считали, что я вижу по комментариям, что это принадлежит государству. Деньги поступят в бюджет страны. Нет. Деньги поступят в карманы Тимура Кулебаева. Вот так вот по аэропорту. И таких объектов в стране много, которые были в свое время присвоены. И когда у меня спрашивают, что делать, это следующий вопрос. Ну я что могу вам, ребята, сказать? Если народ спал все это время, спит дальше, на митинги не выходят десятки тысяч, то Назарбаев будет шаг за шагом все это продавать через разные схемы, уводить деньги за рубеж. И в какой-то момент выяснится, что то, что вы называете якобы народной собственностью, все окажется в руках совершенно других лиц. Они сейчас продаются Назарбаевым, деньги выводятся за рубеж. Вот такая ситуация. Это в первую очередь связано с тем, что вы пассивный. И когда вы говорите, что вы бедно живете, что у вас нет необходимых средств на существование, у вас нет жилья, это связь прямая. Ну вот представьте, 415 миллионов долларов, если бы они поступили в бюджет страны, они так или иначе распределились бы через пенсии, зарплаты, какие-то другие выплаты, пособия и все прочее вам. А теперь эти деньги уходят к Тимуру Кулебаеву. И чем больше мы будем спать, тем больше будет этот процесс нарастать и будут продаваться активы мимо народа страны. Теперь следующий вопрос по аэропорту. У меня спрашивает, а можем ли мы потом аэропорт забрать? Ну я насчет аэропорта не знаю, надо смотреть документы. Я сразу в прошлый раз в своих эфирах говорил, мы национализируем карагандинский металлургический комбинат, где владельцам написан, записан МИТТОЛ, докажем, что это сделка воровская и будем преследовать в уголовном порядке всех тех, кто в этом участвовал. И это будет национализировано. МИТТОЛ, не МИТТОЛ, не важно. Цинковый бизнес, который есть в Усть-Камегорске, КАС-ЦИНК, он будет национализирован. Хоть там сидит компания Глинкор, они участвовали в коррупционных преступлениях и в западном законодательстве обязательно есть статьи, которые преследуются, они не смогут защититься в западных судах. Мы даже и у Глинкора конфискуем. Что касается вот именно конкретно этого аэропорта, я сегодня озвучил позицию следующую. Мы, конечно, будем позже, когда придем к власти, исследовать эту сделку. Но, в первую очередь, мы будем преследовать Тимура Кулебаева, который является кошельком на султана Назарбаева, владельцем ряда активов, миллиард долларов им украдены. У этих денег есть следы. Конечно, на всех его подружек, на Гога, Шкиназе и так далее, или там других каких-то его подружек, которые шалонами к нему приезжают, и он там раздает деньги, мы за ними охотиться не будем. Ну, единственное, за Гогой будем охотиться, это крупные суммы, миллиарды долларов. А за мелкими его сотнями другими подружками мы охотиться не будем. Смысл нам тратить ресурсы государства за ними. Так вот, на самом деле, механизм будет следующий. Безусловно, Тимур Кулебаев, если он успеет убежать из страны, он осядет где-то, ну, европейской, или какой-то, ну, скорее всего, в Швейцарии, например, да, или в Лондоне. Вот там мы без вопросов арестуем сразу, немедленно, буквально в кратчайший срок, я думаю, максимум 3-6 месяцев, эти средства, они будут заморожены. И следующий этап, у нас есть очень серьезная международная команда юристов. Вы же знаете, я сколько лет уже, 11 лет в борьбе провожу в различных судах, поэтому навыки большие, есть очень серьезная команда юристов, и мы, конечно же, не только арестуем эти средства, но и подавая иски именно от правительства, и Генеральная прокуратура в этом случае не будет, как в Англии, писать бумажки, как Дориге, что вот она в списке Forbes, она умная, суперумная, она в журнале Forbes, мы все это опровергнем. Мы арестуем имущество по всему миру, деньги имеют следы, банки, они работают по единому стандарту, поэтому даже если у него там будет 100 подставных лиц, мы все равно эти средства найдем. И многие вещи, которые он спрятал, я и так знаю. Поэтому это будет таким образом, этот механизм работать. Следующий вопрос. Это уже по Дориге. Ну, в связи с тем, что Дорига все уже, она не будет участвовать в нашей политической жизни, и я не могу сказать, что это победа нашего народа. Некоторые люди говорили, вот мы выйдем на улицы и все прочее. Я по этому поводу говорил, что во всяком случае до карантина не было никаких оснований утверждать, что мы выйдем и отменим любое решение, связанное с тем, что Назарбаев, допустим, назначил бы Доригу президентом. Я иронично говорил, что он мог назначить свою лошадь президентом страны, и протестующих было бы не очень много. Это надо смотреть правде в лицо. Другой вопрос, что за этот период, я надеюсь, находясь на карантине, много думая, надеюсь, ну, я вижу огромное количество просмотров, вижу комментарии, и предполагаю, что настроение людей сейчас кардинально сильно изменилось. И когда мы организуем новый митинг, тогда мы поймем, действительно ли наш народ готов сказать нет. А на данный момент все эти события связаны с изменением власти, именно то, что Доригу выбросили из политического процесса, теперь она не претендует на должность президента, с этим мы никак не связаны. Она сама себя съела. Сама съела, я объяснял почему. И вот в этой связи мне задают вопрос, возможно ли, что Дорига Назарбаева создаст свою оппозицию против Тимура и Масимова. Уважаемые друзья, Дорига не в состоянии создавать какие-то оппозиционные движения, но что она сделает? Вот она уедет, допустим, в Лондон или там в Швейцарию. Я уже говорил, что все подразделения, так или иначе находящие под ее контролем, они будут работать на эту верхушку, в первую очередь, Назарбаева и теми, кто им кукловодит. Кукловодит им Карим Масимов, в первую очередь, и Тимур Кулебаев. Поэтому эти все подразделения автоматически будут работать на Тимура Кулебаева и Карима Масимова. Во-первых. Во-вторых, там начнется чистка. Во всех подразделениях, во всех структурах те люди, которые так или иначе связаны с Доригой Назарбаевой, будут увольны. Кто-то сядет даже в тюрьму. У кого-то отберут бизнес-имущество. Поэтому у Дориги нет рычагов никаких. Какую может она оппозицию создать? Оппозиция это когда какая-то серьезная группа людей в Казахстане, допустим, ее поддерживает, выходит на массовые митинги. Допустим, она даже это финансирует. Средства массовой информации должны быть у нее. Средства массовой информации в Казахстане будут задушены немедленно. А народ, вы же знаете, разве поддерживает Доригу? Доригу нет. Никакую поддержку она не может получить. У нее была единственная поддержка это ее то ли отец, то ли любовник, то ли непонятно кто. В общем, это Нурсултан Азарбаев был единственным, который ее поддерживал и хотел ее назначить президентом. Сейчас она этой поддержки лишилась. Поэтому все, что у нее есть в руках, это деньги, безусловно, большие. Второе, конечно, есть компрометирующие разные материалы. Но, меня вот как раз и задают вопрос, а будет ли она эти компроматы выбрасывать в средства массовой информации? Ну, давайте поймем. Вот для вас что-то изменится, появятся компроматы, что он Азарбаев не 200 миллиардов украл, от 500 миллиардов, что Мамин разорил не только железную дорогу, нынешний премьер, но и там другие, город Астану разорил. Вам от этого станет жарче? Вы будете больше возмущаться? То есть, круг людей, которые держат под контролем экономику страны, власть, он тот же самый. Ну, хорошо, не 200 миллиардов украл Азарбаев, она скажет, 500. Что от этого больше протеста? будет что ли? Нет. Ну, не говоря о том, что когда эти материалы она выбросит, они же прекрасно знают и Карим Масимов, и Тимур, и Назарбаев, какая информация у нее есть, потому что там будут существовать такие детали, которые знает только она и узкий круг людей. Поэтому, конечно, ее легко вычислят и у нее начнутся проблемы. Те деньги, которые она получила в результате коррупционных схем, по ним будет нанесен удар. Поэтому не ориентируйтесь, что Дарига будет каким-то образом бороться. Она не будет бороться, она не в состоянии. Она все время приходила на готовое, она ничего не умеет организовывать. Также мне задают вопрос, а выйдет ли Дарига на вас, чтобы со мной вместе объединиться против Нурсултана Назарбаева, против Карима Масимова и Тимура? Нет, не выйдет, друзья. Ну, во-первых, вы знаете, я ее называю всегда хромой курицей и все время регулярно организовываю разные атаки на нее. Ну, и как она может со мной беседовать? Потому что эти люди мои просто враги. Это враги государства, мои персональные враги. И никаких переговоров, вы сами понимаете, не может быть. Поэтому это исключено. Таким образом, я отвечаю на вопрос, создаст ли она позицию. Нет, она не может создать ничего. Это уже хромая на две ноги курица. Ну, не говоря о том, что она ничего не умеет в жизни делать, кроме как получать ресурс от Нурсултана Назарбаева. Ну, и следующий вопрос. Это мне задают алматинцы. Можно ли что-то сделать и избавиться от смога Алматы? Сейчас во время карантина все наблюдает, что воздух стал чище, но после все вернется обратно. Как быть с этим вопросом? Уважаемые друзья, на самом деле в Алмате эта проблема решается очень просто. Просто этим надо заниматься системно. Ну, во-первых, наши ТЭЦы не должны работать на угле. Вы знаете, что наши тепловые электростанции работают на угле и осуществляют выбросы. Вот, собственно, смог в первую очередь, что это наши ТЭЦы. Второе, в холодное время года нижней части города люди топят углем. Это ниже Ташкентской, особенно, и какие-то дальние районы. Третье, это автотранспорт. Но, как эти проблемы решить? Это несложно. Ну, во-первых, существуют разные технологии, и, как минимум, алматинские ТЭЦы, все прочее, должны перейти на работу только отопление, только на газе. И все, это снимается большой пласт проблем. Второе, автомашины. Автомашины должны ездить на качественном топливе, на бензине, другого качества, не то, что сейчас есть. Это мы тоже добьемся. Шаг за шагом автомобили будет переведены на бензин марки 95. Это будет самая нижняя планка. и в-третьих, речь идет о том, что нижняя часть города, та часть, которая ответственна за выбросы и топит углем, и как минимум, нужно перевести на газ. Как минимум. Но я вам скажу, что на самом деле, конечно же, вот лично у меня есть понимание, как мы перестроим Алмату. Алмата это красивейший город, мы его просто должны сделать современным, современным и красивым. И конечно, все эти частные дома, которые убогие, где у нас там Шанхай называется, там еще как-то, где нет дорог, где вопрос безопасности, масса проблем связано с тем, что люди просто там имеют низкий доход, в основном бедные. Эти дома еще с советского периода. Я помню, у меня там жили друзья, туда ходил, в советское время ужасался, это было ужасные места, и они сейчас такими же остались. Много таких районов в нижней части города. Поэтому там, конечно, нужны современные застройки, а это все делается, потому что у нас есть программа развития городов, строительства жилья, и мы должны построить современный город. Как так мы хотим стать сильной страной, войти, как Назарбайев все время говорит, тридцатку, а это все отражается на воздухе, на дорогах, на уровне жизни населения, на качестве здравоохранения, на образовании, на жилье. Все это в комплексе изменит облик всей нашей страны, не только Алматы. А по Алмате это очевидно, очевидно, как эту проблему решать, это не сложно. Шаг за шагом, я считаю, что буквально за несколько лет кардинально можно эту проблему решить, кардинально, а годами не решается этот вопрос, ну конечно, я не могу сказать, что для меня удивительное, потому что, знаете, когда я вот даже энергосистему пришел руководить, и за 9 месяцев все в основном ключевые вопросы были решены, я удивлялся, как это можно было разрушить то, что в принципе могло работать, а разрушили за счет коррупции, за счет того, что по сути дела не работала компания на рыночных принципах. В городе Алматы у нас возможностей много, ресурсов много, просто надо этим заниматься последовательно, шаг за шагом сделать то, что я говорил, не тратить деньги на непонятные тои, на строительство экспо и так далее, нужно выстраивать инфраструктуру, делать экологически чистые электростанции, во всяком случае точно не на угле, поэтому я проблему Алматы считаю, что она надуманная и давно должна была быть решена. Не решается она сейчас по причине того, что на угле зарабатывают опять же Кулебаев с Назарбаевым, они осуществляют поставки угля, они могут, давно могли бы поставлять газ, а мы гоняем газ в Китай, транзитом через Казахстан, этот газ мог поступать в Алмату и полностью перестроить все, это вообще не сложно, масштабах Алматы это небольшие деньги, вот я вам как бывший энергетик скажу, что эта проблема решается, ну что называется, в принципе, 2-3 года и все, такой нет проблемы, максимум 4 года может быть, но я вижу, что за несколько лет мы его вообще кардинально решим. Следующий вопрос, у меня здесь спрашивают, говорят, что вот диктаторы, Путин, Назарбаев, Лукашенко, они объединяются, создают единый механизм репрессии своих народов, что средства массовой информации контролирует именно эта политическая верхушка, что правоохранительные органы и спецслужбы тоже под их контролем, они обмениваются опытом, применяют взаимные методы преследования репрессий и вопрос, сотрудничаем ли вы, например, с международной оппозицией, мне фамилию написали Алексей Навальный, Никол Пашинян и другие. Ну, давайте начнем с другого, что, во-первых, Никол Пашинян уже не оппозиция, он премьер-министр Армении, они пришли к власти и поэтому он уже не является оппозицией, в этом смысле я не вижу необходимости причислять его к международной оппозиции. Дальше, если говорить о Навальном, Россия, значит, уважаемые друзья, у каждого государства есть, безусловно, протестные силы, называемые в оппозиции и так далее, и я, честно говоря, не вижу большого смысла с кем-либо объединяться, потому что у них своя борьба, у нас своя борьба, у них, ну, то есть наша страна независимая. Другой вопрос, что если мы понимаем, что каким-то образом присутствие лидеров оппозиции на митингах, на выборах как-то поможет нам победить, то, конечно, это, безусловно, надо использовать. Я могу сказать, что приблизительно, по-моему, в 2012 году мы вели контакты представители сопротивления казахстанского приезжали в Россию, встречались со многими оппозиционными силами, в том числе и с Навальным, и у нас был план, что, и мы о чем-то договорились, что группа лидеров российской оппозиции приедет и поддержит оппозицию Казахстана, но это тогда, когда мы предполагали, что мы организуем массовые митинги. Сейчас вы понимаете, что, ну, приедет Навальный, допустим, в Казахстан, ну, что, приедет, его просто задержат, посидит он 10 суток в спецприемнике, на этом все закончится. Вот, поэтому, в том смысле, что какое-то сотрудничество должно быть, я особо не вижу. Нам нужно самостоятельно решать свои вопросы, самостоятельно добиваться смены режима, еще раз, Бэтмена не будет, Бэтмен не прилетит, российский народ сам должен заняться своими вопросами, из России, из Москвы, миллион человек не приедет на наши митинги решать наши вопросы. Мы сами все сделаем. Вот у меня такая позиция. Дальше, четвертый вопрос. У меня спрашивает, экономика Казахстана когда сможет догнать такие страны Европы, как, ну, Балтийские государства, Латвия, Литва, Эстония и Польша, ну, почему-то Ирландия. Ирландия это не средняя страна, достаточно развитая. В программе демократические выборы Казахстана сразу был ориентир первый, что в качестве ориентира мы берем такие страны, как Литва, Латвия и Эстония. Почему эти страны? Молодежь, конечно, уже их воспринимает как далеко за границей, как страны, которые являются членами Евросоюза. На самом деле, эти три государства практически одновременно в девяносто первом году в августе объявили о своей независимости. То есть, мы все были в составе единого государства, называемый Советский Союз. Ну, а Казахстан объявил независимость где-то 16 декабря. То есть, мы практически одновременно вышли из Советского Союза. Так вот, эти страны балтийские, у них доход на душу населения в среднем два с половиной раз выше, чем у граждан Казахстана. Там уровень жизни выше. Это на самом деле средние страны Евросоюза. Средненькие такие, знаете, не лидеры. Ну, где-то рядом они, ну, в частности, Эстония, рядом где-то стоит с Польшей и Чехией. По некоторым показателям даже обгоняют. Вот представьте себе, что те страны, которые были вместе с нами, не имели нефти, ни газа, ничего, они по жизненному уровню два с половиной раза стоят выше, чем, собственно, Казахстан, обладающий нефтью, газом, ураном, золотом и всем прочим. Поэтому мы берем ориентир на эти страны и говорим, что да, эти три страны как ориентир. На первые четыре года, на вторые четыре-восемь лет в качестве ориентира мы взяли Польшу и Чехию, которые действительно, ну, чуть раньше они ушли. В Польше в восемьдесят девятом году ушла из-под крыла Советского Союза и приблизительно даже в это время в восемьдесят девятом Чехия тоже получила независимость от Советского Союза. И я отвечаю на вопрос, когда мы сможем догнать. В программе ДВК написано, что за четыре года мы нагоним по жизненному уровню эти три страны Латвию, Литву и Эстонию. Мы их нагоним и даже я думаю, что можем и перегнать, потому что у нас ресурсов возможностей во много раз больше, чем у них. Но я не уверен, что у нас инфраструктура будет такого же уровня. Ну, где-то вот, наверное, мы сможем приблизиться, но по доходам по заработной плате, по каким-то другим вопросам, по медицине. Наверное, точнее, не точно наверное, я убежден, что мы за четыре года их нагоним. Теперь стоит вопрос, а что с такими действительно средними странами, как Польша и Чехия? Их мы нагоним в течение от четырех до восьми лет в этом промежутке. Но по доходам, по заработной плате, по возможности одеваться, ездить за рубеж, наши граждане будут жить не хуже. Но где мы будем, когда я говорю о качестве, где мы будем на самом деле в реальности находиться хуже? Дело в том, что это идет речь о качестве. Образование невозможно за четыре года перестроить, чтобы обучить всех учителей, чтобы систему высшего образования перестроить, чтобы наши люди стали такими же продвинутыми, как в Польше и Чехии, потому что они и ранее были более продвинуты, чем граждане Советского Союза. И качество экономики, и люди, они были европейцы, потому что у них раньше, до Советского Союза, до сорокового года, была рыночная экономика, они знали, что такое бизнес. А вообще таких стран, как Польша и Венгрия, даже в советский период, у них была частная собственность, были так называемые кооперативы, было изобилие, особенно в Венгрии. У нас такого не было в советском периоде. В советском периоде у нас, считайте, был голод. Вообще, считайте, ничего не было. Все, кто хвалит Советский Союз, они просто не знают, что было в Европе, даже этих странах восточного блока. Мои родственники, которые или знакомые, ездили в восточную Европу, они приезжали потрясенные, не во Францию, не в Германию, в восточную Европу, как Венгрия, Чехия, они оттуда приезжали потрясенные, в советский период, что вы знали. А это были понимания Европы, отсталые страны. Так вот, их мы догоним в течение 8 лет. Опять же, по многим показателям, но мы не сможем построить такие же дороги так быстро. У них шикарные дороги. Мы не сможем качественную медицину такую же сделать, как у них, потому что они уже интегрированы в Европу давно, несколько десятков лет. У них квалификация врачей выше. Это процесс переобучения. Займет время. Но если говорить по зарплате, то да, у нас максимум 8 лет наш уровень заработной платы, доступность к образованию и все прочее будет не хуже, чем у них. Но качество, качество, инфраструктура, дороги, образование все равно будет хуже. Над этим нам придется работать еще долго. Поэтому я говорю, за 4 года мы нагоним Литву, Латвию и возможно Эстонию. Эстония все-таки немножко далеко ушла. И последующие 4-8 лет мы нагоним такие страны, как Польша и Чехия. Нагоним по всем основным показателям, по пенсиям, по зарплатам, по уровню жизни, но по качеству мы будем отставать, к сожалению. Но затем, конечно, я думаю, на это понадобится больше 10 лет, чтобы качество изменилось. Дальше. У меня здесь задают вопрос, с какого возраста можно избираться от депутата и Акимы. Разрешат ли 18-летним избираться? Это хороший вопрос, уважаемые друзья. Дело в том, что ну это очевидно же, если человек достиг избирательного возраста, должно быть симметричное право. Он должен иметь право избирать и избираться. То есть тебе 18 лет, ты имеешь право избирать, например, президента страны. Избирать. Но Назарбаев внес всякие поправки, законодательство, что выбрать тебя можно, если тебе исполнилось 40 лет. То есть только тогда, когда тебе исполнилось 40 лет, ты имеешь право участвовать в выборах президента. Согласитесь, так не бывает. Это же симметрия. Раз ты имеешь право избирать, значит, ты должен быть иметь право и избранным. Ну, конечно, тут начнут наши некоторые люди теоретизировать, ну как 18-летний может быть президентом страны. Ну, если вы считаете, что он не может, вы просто голосуете за другого человека. Но право такое у него должно быть, потому что если он 18 лет имеет право избирать президента, почему он не может быть избранным? Соответственно, 18 лет он должен иметь право быть и депутатом, и акимом. другой вопрос. Готовы ли вы за него проголосовать? А действительно ли он талантливый человек? И действительно ли он выдвигает такие программы убедительные? Он образованный? Он убедительный? Тогда в чем проблема? Тогда вы просто голосуете. Нет? Не голосуете? Но право у него избирать уже есть. Поэтому у него должно быть право быть избранным. Вообще, если вы посмотрите интернет, то недалеко если ходить в той же самой Украине. Ну, я сейчас постоянно мониторю ситуацию в Украине. Там молодые депутаты 22-23 года. Они находятся в украинском парламенте ради. Они грамотные, они очень идейные, убежденные. Производят огромное впечатление. Всего лишь ребятам 22-23 года. Вы же понимаете, чтобы они могли так квалифицированно представлять интересы людей, значит, они еще раньше начали заниматься политикой. Судя по всему, и в 15, и в 16 лет они были волонтерами, активистами. Мы ничем не отличаемся от той же самой Украины, мы ничем не отличаемся от той же самой Европы, где это право есть именно в таком молодом возрасте. Избирательный период 18 лет или 21, он автоматически имеет право участвовать на любых выборах. Поэтому, конечно же, наша молодежь с 18 лет должна иметь право участвовать в политической жизни страны, не только голосовать, но и быть избранными депутатами, акимами, президентом страны, хотя я считаю президентской должности не должна быть. Во всех политических процессах наша молодежь, как становится совершеннолетней, должна иметь право участвовать. Следующий вопрос. Будет ли парламент рассматривать, имеется ввиду наш будущий парламент, когда у нас будет парламентская республика, не будет должности президента, и будет ли парламент рассматривать вхождение Казахстана в Европейский Союз, если оно нам выгодно? Я вам так скажу, мы можем рассматривать голосовать, но принимает Европа Евросоюз, а там достаточно сложный процесс вхождения, я могу сказать, что Турция уже несколько десятков лет пытается стать членом Евросоюза, и Евросоюз не принимает Турцию, потому что ни законодательство Турции, ни многие какие-то вопросы связаны с правами человека, масса всяких требований, стандартов Европейского Союза, Турции не выполняет, и поэтому Турцию Евросоюз не принимает к себе, поэтому вы не думайте, что мы стали парламентской страной, и все, собрались, и нас приняли, то есть Европейский Союз, конечно, будет выдвигать огромное количество требований, это целый процесс, который может занять там, я не знаю, и 10 лет, и больше, во всяком случае, Турция несколько десятков лет не может стать членом Евросоюза, и конечно, это нам выгодно, нам это помогает, если бы мы стали членами Евросоюза, то это гигантский рынок, это свободное движение товаров на европейский рынок, это в конце концов военная защита, это огромные инвестиции, это было бы благо для нашей страны, но я вас заверяю, это нереально, мы можем подписать соглашение о сотрудничестве, мы конечно безусловно будем стремиться к Евросоюзу, что значит стремиться к Евросоюзу, стремиться к лучшей жизни, меня все время спрашивают, а почему мы к арабским странам или еще куда-то, лучшие в мире это Америка и страны Европы, лучшие, лучшие доходы, наука, техника, цивилизация, космос, все абсолютно, все, всем лучшим, все, что вы пользуетесь, это Америка и Европа, лекарства, интернет, телефоны, автомашины, самолет, мебель, одежда, я могу все вам перечислять, и вы, посмотрев на свою одежду, вы поймете, что казахстанского ничего нет, посмотрев на свою квартиру, вы поймете, что казахстанского там практически ничего нет, это все импортное, а все лучшее, вот именно с точки зрения обеспечения товарами, человека, науки, всего прочего, лучшее Евросоюз и Америка, ну и как в спорте, мы на кого ориентируемся, на лучшего, на арабские страны, которые даже если его жизненный уровень хороший, при этом, реально, они по всем этим показателям являются средненькими, я же вам сейчас недавно озвучил, сказал, что по жизненному уровню, по доходам мы не будем уступать в течение четырех лет Балтийским государством, а потом и Польшей, Чехии, по доходам, но качество жизни у нас будет хуже, потому что, чтобы поставить науку, чтобы вообще перестроить промышленность, сделать ее современной, перестроить наши города, снести эти ужасные дома, построить новые, красивые, по лучшим стандартам мира, на это требуется, конечно, больше времени, чем четыре года или восемь лет, больше, но то, что изменения произойдут на ваших глазах, это очевидно, поэтому мы должны понимать, что стремиться в Евросоюз, мы должны улучшать свои стандарты, в первую очередь связаны с правами человека, чтобы Конституция, все законы страны защищали человека, не как сейчас, как винтик выбросили, вы входите в роли просящего, и даже у вас, когда возникает проблема, вы можете письма писать и так далее, это как головой об стенку биться, потому что власть находится не под контролем народа, в Европе все по-другому, и вот, конечно же, когда мы все эти стандарты выстроим, когда мы построим развитую страну, когда у нас человек будет цениться, когда животные, когда будет защита животных, не так, как сейчас убил, и тебя никто за это ничего не спросит, когда будут защищены права детей, когда женщин не будут избивать, и законодательство будет это преследовать, то есть, таких, когда очень много, так называемые европейские стандарты, вот только тогда мы можем сказать, мы соответствуем этим требованиям, и мы обращаемся к вам, что мы хотим вступить, стать членом Евросоюза, тогда Европа будет рассматривать, будет приезжать инспекции, анализировать качество наших дорог, воды, воздуха, нашу экологическую ситуацию, нашу судебную систему, будут смотреть, мы действительно ли избираем своих руководителей, а не назначаем, они будут изучать правоохранительную систему, будут изучать наши тюрьмы, будут изучать, пытают там людей или нет, будут изучать доходы нашего населения, поймут, является ли пресса свободной, или она находится под давлением властей, и когда они поймут, что да, действительно, это правовое государство, а это длительный процесс, они будут изучать, приезжать делегации, смотреть наши экономические показатели, только тогда они скажут, мы готовы с вами вести переговоры, это вот таким образом устраивается, это не значит, что мы побежали Евросоюз и те распахнули ворота, не получится, это очень сложный длительный процесс. Мне задают вопрос, что у нас с оборонной промышленностью, и вообще, что будет у нас с оборонной промышленностью, ну, у нас как такой оборонной промышленности нет, друзья, чтобы вы понимали, мы, по сути дела, покупаем технику в России, есть какая-то так называемая оборонная промышленность, где, ну, в Уральске в частности, делают пулеметы несовременные, что бы они там ни говорили, делают какие-то катера, заводы Зенит и все прочее, несовременные, а что мы можем сделать современные, если мы, извините, одежду себе пошить не можем, как мы можем сделать себе современные корабли или катера, если мы самые простые вещи не делаем, правильно, поэтому у нас все импортное, мы покупаем в России, у нас реально своей оборонной промышленности нет, и мы ее должны построить, потому что как, если мы в военном отношении должны стать сильной страной и отразить любые возможности давления на нас, значит, мы должны иметь свою военную промышленность, но если не всю, то какие-то ключевые вещи мы точно должны иметь, а это будет тогда, когда будет перестроена военная доктрина, когда у нас будет реально профессиональная армия, то есть мы профессионально будем этим заниматься и конечно же мы свои самолеты соответствующие высоким стандартам не построим, танки мы свои тоже не построим, на первых парах придется покупать, но потом можно во всяком случае инфраструктура по их приведению в порядок, ремонту должна быть внутри страны организована, у нас должны быть летные училища, где обучают этих людей на этой лучшей военной технике и конечно же какие-то элементы мы должны сами на первых парах сделать и шаг за шагом построить то, что даст нам определенную автономность, ну хотя бы как Израиль, поэтому оборонная промышленность сейчас у нас собственно отсутствует в реальности, это большая задача, которой мы должны заняться в будущем. У меня спрашивают, как вы видите антикоррупционное законодательство в Казахстане, какие изменения нужно ввести, ваши мысли по этому поводу. Уважаемые друзья, я считаю, что нам никакой антикоррупционный орган, который сейчас существует, не нужен, его надо ликвидировать, потому что там, в этом органе сидят бандиты, потом богатые бандиты, которые раздевают бизнес, тех же чиновников, которые так же, как они воруют, получают откаты и взятки. Вы помните, как Назарбаев когда собирал Акимов, министров и так далее, когда вышел с отчетом, как бы выступил Алекс Шпикбаев, в то время он возглавлял антикоррупционное ведомство, и Назарбаев такой ухмылкой, кривой сказал, а знаем, сладкое место, то есть и Назарбаев, и вся страна знает, что это антикоррупционный так называемый орган, это то самое коррупционное место, которое получает взятки, преследует бизнес, людей и получает откаты, поэтому нам никакой специальный антикоррупционный орган не нужен, есть достаточно норм в уголовном кодексе, которые преследуются за нарушение законодательства, в том числе и получение взяток, зачем для этого создавать специальный орган, нам нужно, чтобы существующие работали, а что для этого нужно, вы же скажете, ну как они не работают, они не работают, потому что судей назначает Назарбаев, они не являются независимыми, следственные органы, они все работают по команде своего начальника, они не работают по закону, если к ним пришли факты, нарушения, они обязаны расследовать и никто не имеет права вмешиваться в этот расследовательский процесс, тем не менее, вы все знаете, один звонок и тот, кто миллионы украл, уходит в сторону, кто курицу украл, сажает в тюрьму, вот у нас так работает, поэтому законы могут быть нормальными, но существующие механизмы, когда все подчиняется вверх, когда нет независимых институтов, когда они самостоятельно не работают, когда судьи подчиняются только указаниям сверху, все приводит к тому, что никакие законы в нашей стране не работают, поэтому нам нужно обеспечить их работоспособность, а как это сделать? Должен быть парламент избранным народом, исполнительная система правительства, МВД, судей, они должны работать по закону, не подчиняться звонкам, это мы добьемся, и после этого все вопросы по коррупции будут принципиально решены, меня спрашивают, а как вы будете бороться? Уважаемые друзья, это вообще не проблема, когда независимая пресса, когда независимые следственные органы, когда независимые суды, когда граждане могут обращаться в суды по таким вопросам, и они обязаны эта машина расследовать и наказать, тогда очень быстро все изменится, потому что сейчас коррупционеры уверены в своей безнаказанности, знают, что судья, если дернется, его самого посадят, закатают в асфальт, поэтому это происходит, пресса это не будет освещать, потому что там владельцы одни и те же, сам Назарбаев, его близкое окружение, это мафия, когда мы этот механизм разрушим, все изменится, как собственно в Армении произошло за один год гигантские изменения, за один год, и у нас тоже так же будет. Следующий вопрос, это уже связано опять же с Далегой Назарбаевой, по-моему я на него отвечал, но здесь написано, что после отъезда Раха Талиева в Австрию всплыло много компромата на Назарбаева, Кулебаева и прочих лиц режима. Как вы думаете у Далеги Назарбаева остался еще компромат? Ну я откомментирую следующим образом, Далега член этой преступной мафиозной группировки, она отмывала миллиардами деньги, она создала кучу компаний в Казахстане, которые получают подряды в строительные, тоже незаконно, она незаконно владеет гигантскими активами, собственностью по всему миру, поэтому член мафиозной группы, не будет публиковать компроматы, ну просто сама себя расстреляет тогда, получается. Поэтому компромата безусловно много, но публиковать она ничего не будет, ее во-первых вычтят и лишат всего, что у нее на данный момент есть. Следующий злободневный вопрос понизить ли цены на ГСМ. Друзья, мы по этому поводу много раз говорили, когда с нашей стороны прозвучало заявление о том, что цены на нефть упали 5-6 раз, а цены на бензин и на дизельное топливо не падают, я объяснил причину, что это связано с тем, что рынок нефтепродуктов полностью монопольно контролирует Тимур Кулебаев. И вот он держит цену такую, какую хочет. Более того, вы сейчас меня спрашиваете по поводу понижения, а сейчас пошли бросы в средства масс информации, что цены на бензин они хотят поднять, сравнивать с другими европейскими странами, с Россией. Здесь я хотел бы следующее сказать. Во-первых, это сравнение несерьезное, потому что в той же самой России цены на нефтепродукты они выстроены так, что там около 45% цене нефтепродуктов это налоги. То есть там различные акцизы, другие налоги, которые позволяют бюджету России за счет продажи нефтепродуктов получать доходы. У нас не так. Акцизы отменены, рынок открытый, свободный, они платят такие же налоги, как другие юридические лица, поэтому цена конечно безусловно должна упасть с учетом того, что цена на нефть упала в несколько раз. Как минимум в два раза цена на бензин должна была упасть. Это только монополия. Второе, у меня спрашивают, понизят ли цены? Мы же знаем этот режим, как действует. Только тогда, когда идет массовое давление, только тогда этот режим начинает двигаться. Если давления нет, если вы молчите, если вы массово не вступаете, даже вот безработные и бедные чат, мы чат специально в Телеграм создали, и мы формируем эти требования к режиму, то режим он просто скажет, да, зачем нам волноваться, сидят в себе тихо и сидят, поэтому не ждите никаких изменений, если вы будете молчать. Там нет каких-то людей в правительстве, которые думают о народе, вы это прекрасно знаете, поэтому цены на ГСМ без давления со стороны общества не изменится. Следующий вопрос, возможно ли дворцовый переворот с участием Масимова и Кулебаева и ликвидации Назарбаева? Ну, друзья, сейчас, после того, как оппонент этой группировки Дарига Назарбаева устранена, она уже не участвует в политической жизни и не будет, ни у кого не должно быть иллюзии, она уже не вернется ни в каком статусе, все, забудьте эту хромую курицу, она уже вообще не участник в политических процессах. У них сейчас у Кулебаева и Карима Масимова нет оппонентов. Такая это послушный инструмент в их руках. Поэтому им смысл сейчас скажем устранять Назарбаева. Какой смысл? Ну, какой смысл? Они и так все контролируют. Такая прекрасно знает, чьи указания он исполняет. И он это принимает, это устраивает. В конце концов, в зависимости от состояния здоровья и в любом случае, даже в текущем режиме, Назарбаев построит такие механизмы, которые автоматически позволят стать главой Совета безопасности после его смерти, возможно, даже при жизни, при жизни я, конечно, не верю, но после смерти, чтобы вместо него на позицию председателя Совета национальной безопасности пришел Карим Масимов. и это будет сейчас законодательно таким образом выстраиваться шаг за шагом, мы это скоро увидим. И поэтому им нет смысла устранять Нурсултана Назарбаева. Зачем? Он и так делает все, что они напишут, скажут. Назарбаев уже не в состоянии ну как раньше, как лет 15-20 лет назад вникать, круглыми сутками работать, он все уже в возрасте человек и он сейчас ориентируется и полагается на Карима Масимова. Ну Карим Масимов, я однозначно говорю, что он работоспособный, работает, занимается, расставляет кадры и что бы ни делал Назарбаев, фактически все это будет идти по колье, которое выстроит Карим Масимов. Это неизбежно. Поэтому карты, что называется, сложились удачно. Любые конкуренты потенциальные вдруг, которые неожиданно начнут голову ну вы понимаете если Дарига Назарбаева выброшена, но она конечно сама такая дурочка подставилась, но в любом случае любой другой человек, который не является членом семьи Нусултана Назарбаева, даже если он является, а там люди слабые во всех отношениях, умственно слабые, там конкуренции нет. Сейчас власть четко вертикализировалась и эти двое Карим Масимов и Тимур Кулебаев просто, что называется, держат за поводья Нурсултана Назарбаева, не только как за ниточку дергают, они его сейчас считают, что он намордник и он четко будет действовать по их линии. Вот так вот. Следующий вопрос. Как будем строить страну? Своими силами или нанимать как России гастарбайтеров повсеместно? Что будем делать с нелегалами, иностранным криминалом, которые попрут Казахстан, если мы станем развитой страной? Ну, вопрос не очень корректный, уважаемые друзья. Ну, во-первых, конечно же, мы будем строить своими силами, и я в одних своих выступлениях, многократных выступлений, говорил, что как только мы устраним этот клан, для многих кажется фантастикой, понимаете, что как это такое возможно? Еще раз, я вынужден вернуться к истории, когда я пришел руководить энергосистемой, буквально через несколько месяцев все поменялось, долги, которые накопились от полугода до полутора лет были погашены, мне люди, которые там работали десятилетия, говорили, как это получилось, как, все очень просто, мы просто подавим коррупцию, сделаем нормальные условия с точки зрения законодательства, и все быстро будет меняться, очень быстро, поэтому, конечно же, мы будем строить страну своими силами, и я говорил, что когда будет бурное развитие экономики, она будет, потому что вот эти коррумпированные деньги, которые улетают на запад, мы все их направим во внутрь страны, если люди будут получать от тысячи долларов на экспортных предприятиях полторы тысячи, две тысячи долларов, опять эти деньги, которые сейчас утекают за рубеж, они все вольются в экономику страны, раз деньги приходят в страну, рабочие места резко расширяются, налоги в бюджете тоже растут, мы проводим ремонты дорог, строим школы, платим зарплату учителям, врачам больше, вы понимаете, что наступит момент, и очень быстро, что те самые безработные, которые сейчас числятся как самозанятые, они все будут заняты, наступит очень быстро момент, буквально несколько лет, когда у нас не будет хватать уже собственных сил, квалифицированных, то есть появятся новые отрасли, ну я говорил, что вокруг Астаны мы будем строить машиностроительный конгломерат, мы пригласим крупные компании, Hyundai, Toyota и другие, которые будут вокруг Астаны разворачивать машиностроительный комплекс, производить машины, тогда у нас появится новая компетенция, у нас будут такие специалисты, которые отсутствуют сейчас, на данный момент, у нас нет вариантов, как пригласить японцев, корейцев, еще кого-то, но не очень много, эта узкая часть будет готовить наших специалистов, потом перестроятся институты, которые будут готовить уже внутри, это целый процесс, конечно же мы не обойдемся без того, чтобы в нашу страну был приток квалифицированных кадров, специалистов в новых технологиях, потому что мы будем производить, собирать в первых парах компьютеры, машины, трактора и другую какую-то технику, таким путем двигался Китай, двигался Сингапур в первую очередь, Тайвань, я все эти опыты прекрасно знаю, как внедрялось и мы тоже таким путем будем двигаться, так двигалась Южная Корея, которая не имела вообще автомобильной отрасли, сейчас пятерки ведущих стран мира, у нее вообще не было судостроительной отрасли, деревянные лодки только производили, более 50% мирового рынка они контролируют судостроительную отрасль, вы понимаете, страна, которая вчера ела траву, как Южная Корея, за 20 лет стала ведущей страной мира, вошла в число ведущих стран мира, но потенциал наш во много раз больше, чем у Южной Кореи, которая воевала с Северной Кореей, которая тратит серьезные деньги на вооруженные силы, опасаясь агрессии со стороны Северной Кореи, у нас абсолютно другая ситуация и конечно же мы будем нуждаться в импорте рабочей силы именно квалифицированной, не той самой, которой сейчас те же самые люди в нефтяной отрасли, я переписываюсь с нефтяниками, я понимаю, в чем дело, там очень много людей и строителей, и просто нефтяников, которые нам не нужны, у нас такие свои специалисты есть, поэтому если мы будем говорить о рабочей силе другой, к нам приедут совершенно квалифицированные люди, именно в те отрасли, которые нуждаются, и когда будет бурное развитие экономики, безусловно, будет приток из других стран, безусловно. Теперь, что касается так называемых нелегалов, уважаемые друзья, есть законодательство, законодательство, оно предполагает, что для того, чтобы находиться на территории страны, у тебя должна быть виза, ты должен иметь вид на жительство, ты должен иметь разрешение на работу, то есть, ну, если будут нелегалы, мы просто их будем депортировать из нашей страны, вот, собственно, и все, что касается криминала. Сейчас криминал у нас и свой сильный, потому, что он сросся именно с полицией, они вместе участвуют, притоны разные создают, взятки берут, это в первую очередь связано с тем, криминал может развиваться только тогда, когда сама государственная структура, как Министерство внутренних дел, криминализирована, они имеют всяких бандитов, получают от них взятки, занимаются поборами, как только мы начнем давить эту коррупцию, мы создадим независимые органы, когда пресса будет контролировать, когда народ будет контролировать, когда независимая судебная система, весь этот криминалитет просто пропадет. Мне приводят пример Грузии, говорят там Саакашвили выгнал боров и так далее. Ну, что значит выгнал? Если закон работает, если криминал понимает, что за любое незаконное действие он попадет в тюрьму, они сами бегут или прекращают заниматься криминалом. Поэтому я считаю, что безусловно криминал мы быстро и легко победим, потому что криминал сидит в первую очередь в государственных органах власти. Как только мы это победим, этот криминал просто не найдет никакую крышу, ни защиту, ничего. Поэтому это не проблема. Вот. И к нам просто так никто не может пересечь границу, жить годами, незаконно и так далее, потому что для этого существуют определенные процедуры, разрешения на работу, виза и все прочее. Это мы будем контролировать. Следующий вопрос. Крах системы неизбежен, тем не менее нынешние власти имущие будут стоять до конца. Мне задают такой, я прямо скажу, несколько наивный вопрос. В этой связи стоит ли договариваться с Масимовым о капитуляции для того, чтобы смена произошла максимально безболезненно для общества, народа? Ну, я почему говорю, что наивный? Ну, с чего вы решили, что они вот уже вот-вот капитулируют? Вот с чего? Я понимаю, что на улице Астаны, Алматы, Ахтубе, Шимкента вышли по 50, по 100 тысяч человек. Я, допустим, допускаю, что в этот момент, когда эта волна занимает административные здания, то есть власть понимает, что она не справляется с ситуацией, конечно, эта ситуация называется капитуляцией, когда полиция переходит на сторону народа. Все это будет тогда, когда действительно будет десятки тысяч на улице страны. Тогда вы можете уверенно сказать, ну что, они будут вести переговоры или мы просто их добьем, что называется. Ну, ребята, вы можете похвастаться тем, что у нас на улицах десятки тысяч, что пора им капитулировать, что они боятся, что вот они еще просят пощады, просят сдаться на каких-то условиях, которые позволят им как-то выжить. Конечно же нет, конечно же нет, и вы прекрасно знаете, что это еще не так. Поэтому этот вопрос наивный, не будет так, что они взяли, сели в самолет и улетели, как мне сегодня писали. Вот Кулебаевы продали за 415 миллион долларов аэропорт, наверное, они собираются смыться. Так они 30 лет уже так смываются. Воруют миллиардами, всю промышленность забирают, выгоняют деньги, вас держат нищете. Что-то я не увидел, что они чемоданы собирают. Что-то я не увидел. Поэтому это очевидно же наивный вопрос, что только тогда, когда десятки, тысяч, сотни человек будут на улицах и площадях нашей страны, только тогда мы можем себе сказать, что они сейчас с нами будут договариваться. Этого нет. Пока во всяком случае. Дальше. Вопрос наиболее часто задаваемый. Сейчас реальный курс доллар скрывает. Почему они все это скрывают и когда они объявят реальный курс доллара? Какой курс на данный момент доллара? Поднимется ли еще? Мы продаем только сырье. Что будет с нашим экспортом? Ну и многие люди меня упрекают. Как же так? Вы говорили до конца апреля будет 500 и более, а в конце мая даже еще выше. Как же так? Тенге только укрепляется. Кто то купил валюту при курсе тенге 450, кто умудрился даже 480, хотя до этого момента тенге не доходило. И вот они говорят вот сейчас 427, 424, тенге укрепляется, вы нас обманули. Ну уважаемые друзья, во-первых я эти прогнозы делал в марте, когда не было никаких переговоров о снижении объемов России, ОПЕК, так называемые, Саудитов и так далее. Но не суть важна. Все мои прогнозы были правильными, более того еще Казахстан даже не сел на карантин, не закрылся. И я сейчас объясню почему они правильны. Но представьте себе, что валюты стало поступать в несколько раз меньше. Ну например у нас валютная выручка страны по итогам 2019 года составила 60 где-то приблизительно миллиардов долларов, из которых 35 миллиардов долларов это были средства, которые поступали от продажи нефти. Все остальное это услуги порядка 6-7 миллиардов долларов железная дорога, авиация, экспорт зерна и экспорт разных металлов меди, цинка, золот и все прочее. Вот смотрите цена на нефть упала больше чем три раза. Объективно сейчас цены в марте в апреле были 10 долларов. за баррель Юрлс это марка Юрлс которая продает Казахстан даже были ниже даже была отрицательная стоимость то есть ты ее производил тебе нужно было доплатить чтобы у тебя забрали некуда было ее девать эту нефть сейчас чуть дороже ну там 15-20 долларов но это цена которая не покрывает даже себестоимость вот представьте себе что 4 раза цена упала на нефть она больше упала теперь что мы делаем значит вместо 35 миллиардов долларов в год в страну поступит 4 раза меньше валюты значит вместо 35 поступит приблизительно 10 миллиардов вместо 35 также падает не так сильно но все равно падают цены на сырье металлы ну раз мировая экономика стоит там тоже спад произошел но не сильный конечно у нас связи с тем что европа закрылась транзит грузов по нашей территории резко уменьшился если за эти услуги казахстан получал свыше 6 миллиардов долларов сейчас будет минимум в два раза меньше значит нашу страну валюты будет меньше приходить валюты вы говорите у меня тенге мне эта валюта неинтересна на самом деле это не так и так валюты в страну будут поступать ну минимум вот сейчас в текущем режиме минимум на место 35 миллиардов в лучшем случае 10 15 миллиардов только от нефтянки минимум в реальности будет дырка 25 миллиардов долларов то есть когда вы выходите покупаете свой товар а у нас весь товар импортный зубная паста импортная щетка импортная одежда импортная оборудование все импортное мы только поставляем на запад сырье и получаем доллары теперь наше сырье на западе уже упало в цене значит валюты меньше теперь я вам объясню следующее вот смотрите что значит почему тенге уже давно ушло за 500 сейчас его цена не соответствует рыночной стоимости не соответствует реальной стоимости вы просто сейчас сидите на карантине а и вы уже покупаете по сути только еду раньше покупали еду одежду мебель машины разные услуги я вам так скажу даже по результатам одного месяца вот например в марте месяце на бирже объем продаж я вам сейчас скажу сколько был по-моему а вот почти 3,5 миллиарда долларов вот в марте месяце это только на бирже было 3,5 миллиарда долларов в марте теперь из этих 3,5 миллиарда долларов полтора миллиарда сжег свои резервы Национальный банк, чтобы обеспечить ваш спрос. Тогда же еще обменники работали, правильно? Сейчас обменники не работают, банки валюту не продают, вы сидите дома. То есть Национальный банк, когда организовывают торги на бирже, не дает компаниям покупать валюту под разным предлогом. Соответственно, искусственно, административно они сжали спрос на валюту. И вот я вам привожу пример. В марте было 3,5 миллиарда долларов продаж. И чтобы курс не сильно упал, Национальный банк вбросил 1,5 миллиарда долларов. Сжег, чтобы удержать курс национальной валюты. И таким образом, из 3,5 миллиарда почти половину обеспечил Национальный банк. Если бы Национальный банк не участвовал в торгах, еще в марте курс вообще бы обвалился, далеко был бы минимум 500-550. Я объяснял, люди не очень понимают, думают, что Национальный банк может все время кидать какие-то бездонные резервы. Этих нет. У него этих резервов максимум 28-30 миллиардов долларов. В таком промежутке у него болтается стоимость резервов. То есть достаточно теперь в таком режиме поработать несколько месяцев, и Национальный банк потеряет почти половину своих ресурсов. Поэтому, конечно же, Национальный банк это делать не будет. Вот теперь смотрите, что в апреле получилось. В апреле объем торгов был 1,7 миллиарда, уже не 3,5, на 2 миллиарда почти меньше. Почему? Потому что вы сидели дома, потому что банки не работали, и торгов было очень мало, приблизительно, ну где-то порядка 80 миллионов долларов в день. А я вам скажу, если взять другие данные, за прошлый год на бирже спрос на валюту был не то чтобы 80 миллионов долларов в день, 500-600 миллионов долларов в день. Понимаете? То есть сейчас просто на бирже искусственно не пускают никого, потому что вы сидите на карантине, соответственно, меньше продается валюты. Даже в этих обстоятельствах. Хотя Национальный банк заявил, что в апреле он не потратил свои резервы, это манипуляции, на самом деле деньги потрачены. Я вам сейчас скажу официальные данные, которые, если просто прочитает финансист, он вам легко объяснит. Итак, из миллиарда 700, которые были торги на фондовом рынке, на аукционе, который продавалась валюта, 817 миллионов долларов обеспечил Национальный фонд. Это не экспортные компании, не нефтяники, не другие какие-то компании. То есть половину денег, которые торговались на бирже, обеспечил Национальный фонд. Оттуда просто вбросили, чтобы удержать даже вот эту зажатую часть. Когда даже вы сидели дома, все равно спрос был такой, а валюты не было. И 817 миллионов долларов было выброшено из ресурсов Национального фонда. Того самого, где Назарбаев хвастался, что якобы там у него около 60 миллиардов долларов. Дальше, смотрите, и это не все. Больше 200 миллионов долларов принудили продать квази-так называемые государственные компании Самру Казана. То есть более миллиарда долларов продали экспортеры, а продали опять же государственные компании. Если бы они эту валюту не продали, получается больше половины, почти 70% государства по разным схемам вбросило на валютный рынок, чтобы как-то стабилизировать. Вот представьте себе, что этого миллиарда, если бы не было, был бы спрос на миллиард 700, а реальные валюты было бы 700. Что получилось бы? Курс как минимум бы удвоился, как минимум. Потому что валюты запрашивали бы миллиард 700, а было бы всего лишь 700. То есть желающих купить было миллиард 700, а всего валюты было бы 700. И курс опять же улетел бы в два раза. То есть сейчас реальная ситуация очень плохая. Я сейчас объясню, что нас ждет в очень скором будущем. Теперь 11 мая карантин завершается. Значит все выходят на работу. И значит магазины, рестораны, рынки начинают работать. И объем торгов должен восстановиться такой же, как был до закрытия на карантин. То есть он должен быть в несколько раз больше. То есть не миллиард 700 будет в месяц объем продаж. Ну как минимум в два раза больше. А я вам скажу, что, например, другие цифры еще. Вот февраль 2020 года я просто беру. И еще даже другие еще у меня месяцы есть. Так вот я вам все скажу. Объем сделок здесь доходил в месяц. Вот я сейчас смотрю. В феврале общий объем операций по валютной паре тенгет-доллар за месяц составил 14 миллиардов долларов. Это в феврале было. А в апреле вообще операции не было, считайте, всего лишь миллиард 700. Вот представьте, если сейчас все это оживет, спрос будет на 3 или 4 миллиарда долларов, а все, компании национальные уже не могут все время валюту выбрасывать. У них есть свои обязательства международные. Они гасят свои кредиты и все прочее. Им тенге не нужно. Тогда что будет делать? Или национальный банк снова бросит пару миллиардов? Если сделает, это глупо будет. Ну, возможно. Одним словом, даже если национальный банк бросит туда пару миллиардов долларов, курс в течение этого месяца однозначно будет приводить к тому, что тенге ослабится. А объективно, уважаемые друзья, чтобы вы понимали, обвал неизбежен. Никого не слушайте. Это я вам просто даю стопроцентную гарантию. Если кто-то там со мной хочет поспорить в правительстве, премьер-министр, председатель национального банка, министр финансов, я готов показать платежный баланс, показать поступление валюты и сказать, что неизбежно тенге обвалится. Обвалится минимально, обвалится на 20%. Минимально. Или, если курс будет стоять, это приведет к потерям резервов национального банка. Бессмысленные потери. Лучше эти деньги раздать людям, просто раздать людям в виде пособий, профинансировать бизнес, списать лучшие кредиты, это будет польза. А вот попытка удержать политический курс тенге, чтобы сказать, что мы стабильные государства, или, например, противовес мне сказать, вот видите, Аблязов говорил, он все врет, долго они не продержатся. В лучшем случае, если даже принимать эти идиотские решения, они не смогут продержаться больше, чем до конца июня. Цены на нефть низкие. Там на бирже пишут, что бренд порядка 30 юральс, он не больше 22-23 долларов. Запасов нефти в хранилищах, все в избытке. Танкера в море стоят с забитой, до 300 миллионов баррелей нефти в морях забито. И поэтому наша нефтяная индустрия испытывает гигантские проблемы. Я уже даже, когда такие цифры говорю, я даже вам не говорю, что они на 20% вынуждены снизить объемы производства нефти. Валюты поступят еще меньше в нашу страну, еще меньше. Поэтому, когда товар дефицитный, что происходит по законам рынка, кто-то жил в Советском Союзе, знает что, если вот товар дефицит, ему сбоку еще добавляешь. В нашем случае просто тенге обвалится. Это неизбежно. И все те, кто свои деньги имеет в тенге, надо срочно покупать валюту. Вот, собственно, вот такая ситуация по тенге. Обвал неизбежный. Просто прибавляйте минимум 20%, и я вам скажу, это будет минимум. Невозможно удержать тенге, когда цены на нефть низкие, валюты нет, Национальный банк будет сжигать резервы, они не безграничны. Он продержится в лучшем случае до конца июня, при этом понесет колоссальные потери, потому что сейчас спрос будет от 3 до 5 миллиардов долларов в месяц, а экспорт нам дает меньше 1 миллиарда долларов, вот сейчас мы видим. Это приведет к обвалу тенге. И все ваши накопления, которые вы держите в тенге в банках, они у вас все обесценятся. Это вы все должны понимать. Более того, я вижу, что ряд банков, они не отдают валютный вклад. Люди приходят, валютный вклад пытаются забрать, а им по курсу в тенге отдают. А потом вы с этим тенге не можете купить валюту, потому что обменники не работают, потому что курс реально другой, и вы находитесь в такой ситуации. Поэтому я приглашаю в публичной дискуссии, если кто-то сомневается, и кто-то меня хочет опровергнуть со стороны правительства, я приглашаю в прямой эфир, и мы можем просто на цифрах поговорить. Я думаю, такой человек не найдется, потому что я говорю то, что является объективностью, фактом. Я знаю размер национальных резервов в национальном банке, в национальном фонде. Я знаю бюджет страны, я знаю объем торгов, знаю выручку, которую поступает валютная от экспортных компаний. И все это очень легко считается. Для специалиста это один час работы. Я эту работу сделал. Если правительство хочет со мной поспорить, пожалуйста, вы увидите, как скоро тенге просто обвалится жесточайшим образом. Идем дальше. То есть опять поднимется или нет, я вам говорю, тенге обвалится. Дальше идем. Меня здесь спрашивает прям сценарий в общих чертах, что называется пошаговая инструкция по смене этого строя. И мне говорят, вот фильмы смотрели по тому, как смена происходила в Армении. Говорят, что нам нужен предваритель и так далее. Как же мы без вас проведем смену режима? Ну давайте, ребята, отмоделируем. У меня в Казахстане такая ситуация, вы знаете. Я уже вам говорю, что здесь на улице и агенты ходят, но они тоже под прицелом взаимным. За ними наблюдают соответствующие органы. Они попадают на видео, фото и так далее. Мы всех их знаем. Чтобы вы понимали, что я не ягненок какой-то, который можно просто так безнаказанно убить. Второе. Ну допустим, я приеду в Казахстан. Допустим. В Казахстане меня заочно судили на пожизненный срок. Раз. В 2017 году меня заочно судили на 20 лет. Ну допустим, я прилетаю в Астану. Ну вы прекрасно знаете, что там соберется штурмовая бригада, несколько тысяч человек и блокирует самолет и меня будет арестовывать. Вопрос. Чтобы этого не было, значит мы должны контролировать аэропорт. Значит там аэропорт должен быть блокирован. Чтобы несколько десятков тысяч человек тоже в городе все парализовали. То есть только в этом случае возможен мой прилет. Но для того, чтобы вывести несколько десятков тысяч человек, вы же понимаете, просто так люди не выходят. Должны быть лидеры. Их должно быть много. Их должно быть тысячи. Не только в Астане или в Алмате, а по всей стране. Как я говорил, 3-5% от общей численности людей должны выйти в этих городах и парализовать режим. И мы в этот момент добьемся, что полиция перейдет на сторону народа. Других путей прилета в страну нет. Более того, если даже я приду, вы знаете, что именно вот такого рода действия будут со стороны режима. Более того, я даже не буду говорить, что они меня там убьют, пристрелят. Я даже это исключаю. Вот я прилетаю, они меня сразу задержат. Вы знаете, есть возможность, чтобы сейчас десятки тысяч людей вышли на улицу. Вы, наверное, скажете, нет, кто-то может фантазировать, что давайте садись в тюрьму, мы вас будем вытаскивать. Но это, если вы не уверены и не знаете, что по моему прилету будет блокирный аэропорт тысячами сторонников, вы понимаете, что это из области фантазии. Поэтому я участвую дистанционно в организации протестов, и мы формируем разные команды лидеров по всей стране. У меня есть, безусловно, соратники, сторонники. Мы с ними работаем, и они будут лидерами. Даже, допустим, я приехал в страну. Я, что высотой 10 метров, весь состою из какой-то стали непробиваемой. И вот если я вот приду, то сразу типа все пойдут, и режим падет, я пинком возьму, разрушу акварду. Вы же понимаете, это из мультфильмов, каких-то фантастических романов и так далее. Пока сами люди десятками тысяч не соберутся, а это возможно, когда будут там десятки тысяч лидеров, местных лидеров разного уровня, ничего не изменится. Не надо ориентироваться, что прилетит Бэтмен и все изменится. Нет. В Армении люди, в первую очередь, были активными тысячи. И там, да, на острие стоял Никола Пашинян, но там было и других лидеров очень много. А как вы думаете, сформировался кабинет министров, как туда пришли, стали люди депутатами. Это все те, кто были лидерами местными. Просто он, в числе этих активных людей, был в конечном счете ведущим лидером. И все. У нас таких лидеров будет много. Становитесь лидером вы. Не ждите, что кто-то прилетит, спаситель изменит. Я делаю свою работу, организационную, поясняющую, агитационную. Мы делаем репортажи, я разоблачаю режим. Я рассказываю о силе и слабости режима. Я показываю, как надо действовать. Это серьезная и большая работа, которую я выделяю круглые сутки. Я занимаюсь только этим. Поэтому будет следующим образом. Меня спрашивают, как будет двигаться все это. Это будет очень просто. Когда мы призовем на митинги, десятки тысяч людей выйдут в городах. 3-5% в Алма-Ате, это порядка 100 тысяч. В Астане это 5%, это около 50 тысяч. Ну, просто 3-5% от своего города, считаете. В Шимкенте 50 тысяч. Вы же понимаете, это большая работа, чтобы такое количество людей вывезти на улицы. Должна быть большая агитационная работа, должны быть лидеры. И должно быть во всех городах, их должно быть много. Мы выходим на улицы, мы не будем просто стоять. Когда эта масса появляется, работают уже законы другие. Огромная масса, организованная, с четкими лозунгами, четкими требованиями. Мы просто заполним все эти административные здания власти. Так было в Грузии, так было в Армении. Зайдите в интернет и увидите. Мэрии людьми были заполнены. Все административные здания были заполнены. Полиция была парализована. Она просто перешла на сторону народа. И фактически после этого вся политическая верхушка будет арестована. Вот такой механизм, он апробирован. Во многих странах мира я ничего сам нового не изобретал. В этом нет необходимости. Все это уже много раз в мире происходило. Это будет так. Конечно же, в этот момент на местах будет формироваться органы управления. И в этот момент я буду в состоянии прилететь в страну. Я на контакте с активистами, с большим количеством активистов, постоянно нахожусь в общении. Если вы меня видите в эфире, и думаете, что это только вот таким образом происходит работа, вы ошибаетесь. Это круглосуточная работа. Круглосуточная. С разными регионами, с разными активистами. Мы выстраиваем план действий. Что делать? Это огромная работа, которая скрыта. Ну, конечно, большую часть или определенную часть Комитета национальной безопасности с Карим Масимовым, они видят, анализируют, думают, как нам помешать. Все это понятно. И вот в таких условиях мы работаем. Дальше. Мне здесь спрашивают, в чем смысл парламентской республики, если коррупция у нас в крови. Сейчас, например, чтобы начать условно разработку какого-то месторождения, надо дать одному человеку, который на самом верху. А при парламентской республике придется давать взятку каждому, кто в парламенте. Что будем делать с повальной коррупцией? Вопрос, конечно, такой смешной. Оказывается, у нас коррупция в крови. Ну, это из серии, а вот у нас такая ментальность, или как Назарбаев говорит, да, казаки, они глупые, ленивые. Где я вам возьму там 200 миллионов американцев в нашей стране, там еще что-нибудь. Друзья, мы такие же, как французы, американцы, кровь у нас та же самая, и доноры, кровь наша донорская подходит и американцу, и французу, и наоборот. Такое же количество глаз, ушей и так далее. Мы такие же. Мы просто, может быть, менее образованные. Мы еще не умеем защищать свои права, но мы такие же. И поэтому кровь у нас одинаковая, ничего в крови нашей такого, как вы говорите, чтобы коррупция жила, этого нет и не будет никогда. Дело все в политической системе. Когда сам коррумпированный Назарбаев на все уровни власти посадил своих людей, они тоже коррумпированы. Это мафия. И по этим сосудам бродят туда-сюда деньги. У меня спрашивают, зачем Назарбаевы 200 миллиардов долларов, он их не съест, не потратит никогда. Это правда. Но это же мафиозная система, она качает, если он поменяет систему, скажет, все, я уже нажрался, мне 200 миллиардов хватает, я больше не буду, у моих детьев по 20-30 миллиардов, тоже мы не будем больше воровать. А эта система качает деньги вверх, качает, там везде коррупция. Если он систему такую построил, значит он должен построить другую систему, прекратить воровать. Ну хорошо, тогда суды будут независимы, тогда полиция будет независимой, тогда генеральный прокурор будет независимый. И они, конечно же, придут санкции на арест Назарбаева, Кулебаева, Масимова, они же независимые. Они будут выполнять законодательство, а законодательство предполагает, что коррупции нет, или более того, за коррупцию сажаются в тюрьму. А Назарбаев, он уже коррумпированный. И поэтому этот насос скачает ему, качает, потому что он не может изменить систему, потому что если он ее изменит, эта система его самого похоронит. И поэтому при Назарбаеве никогда система не поменяется. И при Масимове не поменяется, и при Кулебаеве, ни при Такаеве никогда не поменяется. Значит, мы как бы обречены при них, эта коррумпированная система будет работать, не будет меняться. Но мы же другую систему строим. Мы говорим, должности президента не будет. Мы всю эту узкую политическую верхушку, их человек 200, Назарбаев, его близкие родственники, как Булат Назарбаев, как Дарига Назарбаева, как Тимур Кулебаев, там их много наберется уже таких, знаете, человек 200. Мы их посадим в тюрьму, имущество конфискуем, мы ликвидируем должность президента, мы сделаем, чтобы парламент подчинялся народу, был под контролем народу, правительство назначалось парламентом, суды независимые. Тогда о какой коррупции вы говорите? Какая коррупция будет, если пресса будет их вылавливать, суды будут против них выносить решение, они будут попадать в тюрьму? Как будет коррупция? Какая взятка? О чем вы говорите? То есть нужно построить правильную систему и все поменяется. Вот представьте, что вот дорога, там разные перекрестки, там хаос, когда нет светофоров определенного порядка, нет закона, нет правил. Тогда хаос. Вы говорите, какая разница, там мы еще дорогу построим, вторую дорогу построим, третью, все равно будет хаос, просто мы больше будем на эти дороги там взятки давать. Нет, как вы поставили светофоры, так называемый закон и правила игры, все будет двигаться по определенным правилам, не будет никакого хаоса, никакого бардака, все будет четко в парламентской республике. Именно так и будет, именно так и будет. Никаких взяток, коррупции, не нужно никому носить, потому что это будет караться законом жесточайшим образом, потому что судебная система, она будет реально работать. Следователь будет реально независимый, прокурор прикрывать не сможет, потому что его в асфальт сам народ закатает. Понимаете, мы меняем систему, а раз мы ее меняем, то забудете о коррупции и всем прочем, о котором вы сказали. Далее, у меня спрашивает, вот вы утверждаете, что в национальном фонде нет живых денег, что все активы там находятся в акции компании, и откуда взялись те самые 13-14 миллиардов, ну 14 миллиардов, которые, Такаев сказал, 6 триллионов тенге мы потратили на борьбу с коронавирусом. Ну, он когда говорит борьбу с коронавирусом, он, конечно же, имеет в виду ее последствиями, имеет в виду, что выделили деньги бизнесу порядка 10 миллиардов, и якобы другим тоже, да? Типа откуда деньги? Ну, во-первых, друзья, мы все должны понимать, я этот вопрос написал в виде поста, что даже если 4 миллиона человек получили по 42 500, это будет максимум 400 миллионов долларов, а 6 триллионов это 14 миллиардов долларов, между прочим, это больше половины годового бюджета страны, больше половины, ну и как, что, как это так получилось? На прошлой неделе они не потратили эти деньги, и тут несколько дней проходит, раз и потратили, это же огромная сумма, 14 миллиардов, из них я вижу только максимум 400 миллионов долларов, они могли потратить, раздать пособие по 42 500, тогда мы должны проснуться утром как-нибудь, открыть окно на улицу и удивиться, что оказывается это не Алмата, например, а Дубай, или у вас там какой-то областной центр, Уральс, например, вы выходите, а у вас там небоскребы стоят, вот это буквально должно пройти за несколько дней, поэтому вы же понимаете, что это ложь, это просто очередное вранье, как Назарбаев говорит 20, 30, 20, 50, никаких 6 триллионов там не было. Ну и далее. В национальном фонде именно действительно наличными деньгами, в виде долларов или золота, все прочее, которые вот можно немедленно превратить деньги, действительно не очень много там, ну в лучшем случае 20 миллиардов, ну в реальности я проводил разным путем оценки, ну может быть 15 миллиардов. Действительно, кажется большая сумма, но у национального фонда есть обязательство в этом году передать деньги в бюджет, бюджет отдать порядка 10 миллиардов долларов, раз нету 10 миллиардов, а теперь же нужно на бизнес отдать 10 миллиардов, вот вам 20. Но трагедия состоит в том, что этих денег действительно нет, ну 15-20, нужно отдать старые обязательства, 10 миллиардов, но в этом году в бюджете страны будет дырка, бюджет не дособерет налогов на 10 миллиардов долларов, это более 30% годового бюджета страны, я говорю очень скромную сумму, реальности будет больше, и поэтому 10 миллиардов тех денег за этот год, который они запланировали, 10 миллиардов прямая дырка это 20, бизнес еще 10, вот вам 30, и все, денег нет, максимум все, что может дать национальный фонд, 10-15 миллиардов, то есть остальные 15 где взять, их нет, и поэтому когда они говорят, что якобы потратили на борьбу с коронавирусом 6 триллионов, не верьте, это ложь, пусть они покажут, прям вот куда чего, ну и не говоря о другом, это огромная сумма, мы знаем, что был список неких 361 компаний, и на чем погорела дорига, она там кудахтала, возмущалась, как, куда, почему, незаконно эти деньги уходили Тимуру Кулебаеву, погасить кредиты, халык банки, шумело, шумело, потом ее убрали, все затихло, через несколько дней, такая заявляет, мы потратили 6 триллионов, это что значит, это значит деньги раз, увели, и скинули их, через эти компании, все те самые 360 компаний, и они находятся сейчас в халык банке, скорее всего, если это было так, но я думаю, что этого нет, поэтому это просто очередное вранье, дальше, следующий вопрос, говорят, что будут сокращать рабочих, занятых на нефтяной отрасли, в связи с падением цен, как вы думаете, когда это произойдет по срокам, смогут ли дать какую-то компенсацию, в связи с сокращением, есть ли вообще, некий резервный денежный фонд, казманная газа, ну во-первых, казманная газ, это как бы государственная компания, они уже объявили, о минимум 25 процентном сокращении, в центральном офисе, ну это сумма, конечно большая, но это ерунда, по сравнению с тем, что предстоит сделать, к казманной газу, я вам уже сказал, что цены на нефть упали, минимум в три раза, в реальности больше, а это о чем говорит, это говорит, что сейчас компания сбрасывает объем производства, в России вообще они нефть на факелы жгут, вы видите, это жгут, просто нефть жгут, чтобы выполнить условия снижения объем, объемов добычи нефти, они не могут остановить, вот это выкачивание нефти, иначе все скважина упадет, и они не смогут потом его добывать, эту нефть, они просто сжигают даже, нарушая экологический баланс, наносят по сути дела вред экологический, они сжигают, я точно не знаю, как наши будут сбрасывать объем, но по факту вы знаете, тенгиз шеврол там 17 тысяч человек с вахты отправил, все их нет, сократил, и фактически они не вернутся, они прекрасно знают, что эти люди, работающие на подряде, вахтовом режиме, строительные компании, все прочее, 17 тысяч человек, все, уже не найдут работу, в Карачаганаке то же самое, везде сейчас или частично произошли сокращения, но то, что они будут вот в мае, это факт, в мае-июне произойдут масштабные сокращения, не только нефтегазовые отрасли, они произойдут везде, потому что нефтегазовые компании оплачивают работу подрядным организациям, строителям, дорожникам, буровикам, водителям в конце концов, которые возят людей, и сейчас этого не будет, нефть продавать в таком объеме они не смогут, убыток по сути дела, и поэтому они всем этим подрядным организациям тоже не будут платить, значит остановятся стройки, дороги, ремонты, глобально ма-июнь вы увидите, начнется массирование сокращения, более того, это сокращение произойдет и в бюджетной сфере, потому что минимум миллиард долларов в месяц бюджет недополучает налогов, возможности заместить другими какими-то деньгами у бюджета страны нет, не верьте, что в национальном фонде вот так вот денег, и что все будет красиво, нет, если бы так было бы, Назарбаев не бегал бы, не забирал у вашей однодневной заработки, не списывал бы, поэтому ситуация будет такая, и никакого резервного денежного фонда указанного газа нет, единственное, конечно же, когда будет сокращение, нефтяные компании, они сократят соответствующие законодательствам, там выплатят соответствующие пособия, по-моему, двухмесячные по законодательству страны, поэтому уважаемые друзья, вот будет таким образом, это повсеместно везде, везде, вы сейчас выйдете на работу 11 мая, и в течение нескольких недель, вы будете и свидетелями, и участниками всех этих процессов, масштабного сокращения, практически во всех отраслях страны, везде, не найдется ни одной области, ни одной отрасли, вообще, ни бюджетной, ни в частной сфере, везде будут тотальные массовые сокращения, вы просто меня можете проверить, в течение, до конца мая, июня, вы это увидите, Дальше, тут уже вопрос по Китаю, нашему любимому Китаю, мне говорят, что продвинутые казахи-экономисты понимают, что Китай сосед, которым нужно ходить общий язык, надо и нужно сотрудничать, на взаимовыгодных условиях, я с ними согласен, не раз был в Китае, и знаю, что там очень хорошо относятся к казахам, но перебежчики уралманы, мутят воду, конкретно, бывает натворят делов, там потом, вот такие вот вещи происходят, я, скажем, хотел бы откомментировать, да, ну, во-первых, внешние отношения у Казахстана будут со всеми дружеские, но это не значит, это моя позиция, что мы не должны оказывать давление на правительство Китая, который нарушает права человека, в частности, создал разные лагеря, где содержат уйгур, казахов, кыргызов, и мы безусловно должны оказывать дипломатическое давление, требовать, чтобы эти лагеря были закрыты, и прекратили преследовать там людей, это нормальные позиции, которые занимают Америка, европейские страны, любая цивилизованная страна, она должна такую позицию занимать, и должны быть механизмы дипломатического давления, мы их будем использовать, и должны использовать, в остальном, мы будем работать на взаимовыгодных условиях, не так, как сейчас Назарбаев затаскивает китайцев, с ними запыгивает долю 50 на 50, и отдает им контракты, подписывает с ними на невыгодных условиях, с ними, с некими инвесторами, сам собой, со своими зитьями, и поэтому мы будем проводить политику со всеми странами, та, которая взаимовыгодная, если китайцам не будет выгодно, они откажутся, значит мы будем искать других, или значит наши требования оказались выше рынка, мы значит будем понижать свои требования, и ко всем будут такие отношения, независимо от Китая, или России, или любая другая страна, мы должны защищать интересы нашей страны, поэтому вот что касается сотрудничества, она будет так, я считаю, должно быть, это все страны такую политику проводят, что касается якобы перебежчиков, знаете, перебежчики не бывают от хорошей жизни, если там было бы хорошо, то никто бы оттуда не убегал, вы слышали, что бы из Америки был перебежчик Казахстан, или из Франции, кто-то перебежал в Казахстан, сказал меня там унитают, спасите меня, и вы говорите, французы они хорошие, это вот наши перебежчики прибегают и мутят в воду, нет французских перебежчиков, бегут люди, потому что там их реально преследуют, потому что их разбирают на органы, потому что преследуют по религиозному признаку, потому что они не могут говорить на своем языке, их давят, лишают работы, сажают тюрьмы, и поэтому, когда вы говорите о Ромале, я считаю, что это наши соотечественники, которые преследуются китайскими властями, там авторитарный принцип управления, там подавляются права человека, там, по сути, цифровой лагерь, вы видели, что в Синьцзяне-Угудурском автономном районе, где есть казахская область автономная, где живет реально больше двух миллионов человек, казахов, уйгуров, где-то больше десяти миллионов, там, фактически, цифровой концлагерь, когда между районами нужно двигаться, ходить с этими карточками, с телефонами, когда кто-то говорит о чипировании, вот она уже есть, электронное чипирование, там тебе рейтинги, ты хороший, плохой, там фактически тебя превратили в робота, и не могут оттуда бежать люди, если было бы им там хорошо, поэтому я считаю, что мы должны встречать, сейчас такая произнес, что Ханда Стар, Урал Маны, не имеет значения, как они называются, это люди, граждане, граждане, мы должны их встречать, давать им убежище, интегрировать нашу страну, и давать возможность, чтобы они нашли свое место в нашей стране, это наши соотечественники, это наши казахи, исторические, которые когда-то там всегда, не то, что исторические, они там всегда жили, всегда, это был восточный Туркестан, там жили тюрки, поэтому мы должны приветствовать, поддерживать, государство говорит Китаю, что эта политика по преследованию мусульман, этнических меньшинств неприемлема, это безусловно должно сказываться на наших экономических взаимоотношениях, мы должны оказывать давление, уменьшать их присутствие в экономике, есть экономические способы давления, если ты хочешь работать, работай, на выгодных условиях, взаимовыгодных, во-первых, во-вторых, права человека не должны нарушаться, и мы сами, тоже не должны нарушать, в своем государстве, строить правовое государство, и никто не должен преследоваться, по этническому признаку, по вероисповеданию, должен работать закон, а там, эти проблемы есть, поэтому люди бегут, и мы должны им помогать, я считаю, поэтому я не согласен, что якобы Китай хорошо относится к казахам, нет, они превратили лагеря, суар, нет, они преследуют людей, и поэтому казахи оттуда бегут, бегут к нам, надеясь получить защиту, мы должны их защитить. Дальше у меня здесь спрашивают, когда мы будем строить демократичный Казахстан, какими привилегиями будет пользоваться казахстанцы, потому что, когда, говорит, страна будет быстро развиваться, клонут люди из менее благополучных стран, и получается, что мы добьемся какого-то успеха, а плоды наших трудов будут перераспределены между этими мигрантами, типа будут доступны всем. Уважаемые друзья, для этого надо знать законодательство, чтобы попасть на территорию страны, нужно иметь визу, чтобы жить в нашей стране длительный срок, нужно иметь вид на жительство, нужно иметь разрешение на работу, и, как я говорил, если у нас будут трудовые ресурсы из других стран, то в первую очередь мы будем привлекать квалифицированных людей, и поэтому такого не будет. У нас же, в конце концов, есть граница, пограничные службы, есть миграционные службы, есть законодательства, там такого не будет, что раз, у нас стало все хорошо, и миллионы залетели в нашу страну. Этого не бывает. Ну, в Америку посмотрите, что Трамп даже стену строит от иммигрантов, но при том всем, что иммигрантов там много, нелегалов много, но страна очень богатая, потому что все стремятся приехать в Америку, в ту же самую Европу, и у нас тоже, конечно, будет так, что к нам будут стремиться беженцы, мы сделаем нормальную границу, мы сделаем квоту, мы будем стараться принять квалифицированных людей, чтобы они участвовали в развитии нашей экономики, и мы, мы, безусловно, как правовое государство, должны давать политическое убежище тем, кто преследуется соседними государствами. Вот я преследуюсь уже 11 лет режимом Нурсултана Назарбаева, и я везде получаю убежище и поддержку. Даже если вдруг каким-то образом те или иные органы мне, допустим, не дают убежище постоянное, есть механизм, я подаю в суд, и таким образом я решаю свои вопросы. И мы тоже должны стать таким правовым государством, когда в нашей стране будут получать действительно убежище политическое, политическое убежище люди, которые преследуются авторитарными режимами. Возможно, это Узбекистан, возможно, это Россия, возможно, это Трукмения. Мы, как сильное и продвинутое государство, должны дать убежище политическое, дать убежище этим людям, потому что так действуют все демократические страны, потому что во главе угла ценность человека, потому что был период, помните, я вам просто привожу пример, как это устроено, мою жену и шестилетнюю дочь похитил на султана Назарбаева. Тогда вы, наверное, помните, тогда был скандал, президент Италии сказал, что ему стыдно, итальянцы кричали, что если мою семью не вернут из Казахстана в Италию, они откажутся от итальянского паспорта. В школе дети возмущались. Был кризис в правительстве Италии, и оппозиция требовала уйти в отставку всего правительства. Нападения такие были активные в прессе на Берлусконе, что он находится в коррумпированной связи с Назарбаевым, но моя семья не имела даже вида на жительство в этой стране. У них просто была виза европейская. Вы представляете, что такое демократическая страна? И поэтому они так сильно развиты. Поэтому у них люди более цивилизованные, более умные. Поэтому у них экономика диверсифицированная. Поэтому у них технологии. Потому что ценность, права человека превыше всего. И мы такое государство будем строить, соответственно, мы должны давать убежище тем людям, которые страдают от своих режимов. Вы же знаете, что происходит в Туркмении. Вы знаете, что при исламе Каримова тысячи людей попадали в тюрьмы, их пытали. Они бежали в Казахстан. Казахстан их выдавал обратно. Бежали в Россию. Россия их выдавала обратно. Спецслужбы этих стран их выкрадывали. Мы это не должны давать делать никому на территории нашей страны. Мы должны давать убежище. Мы от этого станем только сильнее. Потому что завтра эти люди все равно придут во власть в своих странах. Сломая диктаторские режимы, мы будем сотрудничать с этими странами. Нам будет очень выгодно. Потому что эти люди никогда не забудут, как мы помогали им. Мы должны стать сильной стороной в Центральной Азии. И не только в Центральной Азии. Поэтому мы не должны закрываться. Мы должны стать частью глобального мира. И не переживать, что к нам приедут уралманы, что захлестнут бедные и так далее. На все есть механизм, границы, паспортный режим, законодательство и все прочее. Поэтому я считаю, что это не проблема. Дальше. У меня здесь спрашивают, что вы озвучивали, это было год назад, в прошлом году, что тем, кто участвовал в масштабном и финальном митинге, который привел к смене политического строя, что все эти люди, они получат от правительства вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Даже если выйдет семья из пяти человек, значит, каждый получит по 10 тысяч долларов. Это 50 тысяч долларов. Да, я еще раз хочу подтверждать. Подтвердить это. Это одна из наших программ. Мы считаем, что несправедливо, что если какая-то часть, 500 тысяч человек, например, вышли на улицу, рисковали, бороли с режимом, а остальные 18 миллионов стояли в стороне, а затем произошел слом режима, и получается, все делается на плечах 500 тысяч человек. Безусловно, мы должны оценить вклад то, что эти люди добились свободы, добились смены режима, и, безусловно, государство должно их вознаградить. Мы обязаны это оценить. Этот риск, этот труд, это героизм, я считаю. И мы должны выплатить вознаграждение по 10 тысяч долларов. Даже если на улице страны выйдет миллион человек, это всего лишь 10 миллиардов долларов. В масштабах страны это подъемная сумма, как я говорил, каждый год эта политическая верхушка крадет минимум 30 миллиардов долларов в год. Мы из этих денег выплатим нашим гражданам. Поэтому, уважаемые друзья, безусловно, эта программа демократического выбора Казахстана остается в силе. Мы описали механизм, каким образом идентифицировать этих людей, которые участвовали на финальном митинге, который привел к победе, который привел к смене этого политического режима. Можно все это найти в Ютьюбе. Будут работать специальные люди, специальные комиссии на всех уровнях, в регионах, в крупных городах, общественно известные деятели, которые будут принимать решение выдачи этих средств. Средства, они есть сейчас, они будут и тогда. Я считаю, в масштабах страны, государства просто обязаны вознаградить героическую вот такую работу тех, кто пошел на финальный митинг и способствовал победе над режимом Насултана Назарбаева. Вот, собственно, я сегодня думаю, что на все ключевые вопросы ответил. Спасибо за то, что вы потратили время и послушали меня. До встречи в эфире. Аллах, Азастан. Аллах, Азастан.